Недавно дмитровскими полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии грабежей был задержан 24-летний житель републики Таджикистан. Он нападал обычно в темное время суток на одиноких женщин и силой отнимал у них имеющиеся ценности. Я пыталась как-то от него отбиться, просила, чтобы не трогала, но находясь на земле, и он был физически достаточно крепкий человек, он вырвал сумку, ручки, у меня был бумажный пакет, вырвал сумку, открытку ее достал кашелек, То есть вашу дамскую сумку, что ли? Да, вырвал у меня деньги, наклинил телефон, и после того, что денег у меня было немного, шелек был очень удивлен и потребовал что-то еще. И боюсь физической расстравы, потому что он ударил меня, он снялся меня от базала, только отцепки. Елену, молодой, но опытный грабитель, оглушил ударом в лицо. Когда преступник уже покинул место, где произошло ограбление, женщина, проживающая в деревне Дятлина, быстро добывалась до дома, откуда и вызвала полицию. Напавшего на Елену преступника нашли достаточно быстро. Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим также за кражу чужого имущества. А куда вы ищи дели? Ну, ищи, куда? У меня карманы были, я не забрали, но, кажется, это я продавался в суду, блядь, все, только от суду. А на что деньги потратили? На деньги карманы было, что это не было. По словам задержанного, он приехал в Дмитровский район в августе текущего года к родственнику. Нашел работу, но работодатель его обманул, не заплатил за уже отработанное время. Тогда гость из Таджикистана и решился на преступление. На данный момент сотрудниками МВД России в Дмитровскому району доказана причастность Алишера Тошева как минимум к двум грабежам на территории нашего района. Недавно освободившийся грабитель скоро получит новый срок, на этот раз уже повесомее предыдущего. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок до 7 лет.